Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня гость в студии, руководитель Исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Борисов. Сергей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте, Дина! Сергей Васильевич, минули уже предварительные выборы, но накануне были дебаты и встречи с избирателями. Как Вы считаете, Ваша оценка, как прошла эта часть, которую предваряла праймерис? Ну, вот эта часть, она прошла очень интересно. У нас одна из задачей вот этого всего предварительного голосования, кроме основной отбора кандидатов, у нас было еще и то, чтобы наши участники показались избирателям, чтобы они почувствовали, что избиратели хотят, то есть вот средств сделать проблем, которые волнует сегодня население наше, и показать себя, рассказать свои программы, что они хотят сделать, будучи депутатами различных органов власти. — Удалось ли Вам понаблюдать, как проходили праймерисы в разных районах республики, в Саранске в частности? Как Вы оцениваете подготовку и сам процесс? — Ну, не только понаблюдать. Я был как бы одним из организаторов, я член организационного комитета, но и в том числе я как избиратель тоже сам ходил на избирательный участок, голосовал. У меня тоже есть свои взгляды, свое видение. Поэтому я считаю, что прошло очень интересно. Но у нас вообще традиционно высокий процент явки на выборах. Вы помните, если в 2011 году у нас было 94%, ну, кто-то там начинает сомневаться, там говорит, вот такого не бывает. Но я сам после тех выборов ездил в одну из деревень, где было 100%. Говорит, не бывает 100% явки, не может такого быть. Ну, я вот сам ездил, и причем там деревня, она проголосовала не просто 100%, а еще проголосовали консолидированно. И когда я ездил, ну, с жителями общался, говорю, ну, а как вот так вот у Вас получилось, что 100% никто? Говорит, ну, мы же это все, мы готовы, мы же обсуждали друг с другом, выбирали кандидата, вот мы решили, что вот этот будет наш. То есть Мордовия всегда славилась, она не только вот теми делами, спортсменами, производственными какими-то результатами, но еще в Мордовии есть вот такая изюминка, что люди у нас очень активные. И люди, они хотят участвовать в жизни, в политической жизни, в экономической жизни. И сегодня вот это предварительное голосование, оно как раз дало вот возможность людям поучаствовать и в выборе кандидатов. Это же наше будущее, и люди понимают, поэтому вот такая активность у нас всегда в республике. Это очень хорошо. То есть кроме этого больше никак активности бесить нельзя, да, что люди вот массово, у нас действительно большая явка. Ну, здесь, наверное, вообще факторов-то много, но вот это один из основных. Во-вторых, вот такая процедура, она вообще первый раз в жизни у нас в Мордовии проводилась. То есть крупнейшая партия, у которых у нас 27,5 тысяч человек, членов партии, вот в Мордовии, в республике, это более 4% от всех избирателей. Но эта партия решает вопрос о выдвижении своих кандидатов в депутаты, не кулуарно, не просто там взяли члены партии, или полицсовет, или там президиум полицсовет, собрались и решили, что будем выдвигать вот это, вот это, вот это. Мы вышли со своими участниками на, практически вот, на суд народный, и показали, товарищи, вот у нас есть вот такие люди активные, и выберите вы из них, подскажите нам, потому что, ну, одно дело, у нас в полицсовете там вот 75 человек там, ну, в президиуме там 22 человека, но они же не могут решить все эти проблемы и не могут выразить волю всего народа. Поэтому и пошли мы на вот такую интересную процедуру, предварительное голосование, чтобы посоветоваться с людьми, кого вы хотели бы видеть. Мы несем ответственность, мы правящая партия, мы несем ответственность, с нас спрос большой, но мы хотели с вами посоветоваться, прежде чем выдвигать, посоветоваться. А второе, еще один момент, это, я думаю, что вот важно то, что мы не ограничились вот выдвижением участников из какого-то узкого круга, ведь у нас выдвижения практически не было. У нас все выдвигались с самого выдвижения, и люди приходили очень разные. Кто-то, есть там опытные политики, есть люди, которые вообще первый раз в жизни, вот пришел парень, молодой парень, интересный, хороший, говорит, я хочу быть депутатом Государственной Думы. Мы ему говорим, ну, товарищи уважаемые, а чего вы не хотите попробовать на районном совете, на сельском совете, ну, хотя бы там на госсобрании. Чего-то начать, да. Он говорит, нет, я хочу. Ну, хочешь, пожалуйста, пожалуйста. Мы создали все абсолютно равные условия. Вот продолжая тему, очень интересно, у нас сегодня мы подвели итоги вот этого предварительного голосования, у нас получилось, что практически половину депутатов Государственного собрания по всей видимости будет обновлена. Это тоже говорит об активности людей, и говорит о том, что вот партия идет сегодня на... Люди же хотят обновления. У нас жизнь развивается, и общество развивается, и все движется хорошо, мы и дороги строим, и стадионы, все замечательно. Но люди хотят еще больше. Люди хотят не просто это видеть, ездить по дорогам, они хотят еще участвовать в этом, участвовать самим. Вот это очень важно. И вот я считаю, что вот в республике у нас очень хорошо, вот именно вот этот фактор прослеживается. Люди хотят быть причастны к тем событиям, которые происходят в нашей сегодняшней жизни. Избиратель 2016 года, какой он? Политически образован или нет? Что хочет простой человек, житель Мордовии? Ну, Диновый вопрос задаю, очень интересный. Человек хочет жить хорошо. Это основной его побудительный мотив. А раз ты хочешь жить хорошо, он понимает, что время быть пассивным уже прошло. И если брать сегодня срез, вот я участвовал в выборах 7-го года, 11-го года, я вижу, насколько изменилось у нас общество. Общество развивается, люди становятся грамотнее, люди понимают уже, что такое органы власти, какие вопросы они решают. Вот если взять, допустим, 7-й год, да, то там основные проблемы были у людей, высказывалось, ну, частные. Там, мне поменяйте, пожалуйста, там, ванну, там, у меня, мне газовую плиту, там, вот такие вопросы. И, к сожалению, вот тот период, он был именно тем, что под выборы люди пытались решить какие-то вопросы. Сегодня люди ставят вопросы общие. Общие. Развитие здравоохранения, совершенствование системы ЖКХ. Ну, то есть, по всем болевым точкам, которые у нас есть сегодня, люди имеют свое мнение и свои предложения дают. Вот что интересно. Я думаю, что вот именно консолидировав вот эти обращения наших граждан, предложения наших граждан, и мы сможем решить вот те проблемы в более короткие сроки. И предварительное голосование, когда вот мы проводили, проводили встречи, дебаты, да, общались с людьми, мы ведь не только там, как я сказал, делали срез проблем, которые сегодня волнуют людей, а мы еще отбирали предложения у людей, которые мы вставим в свою программу, в программу партии. Мы сегодня готовим программу Мордовского регионального отделения партии. Сейчас в Москве, вот на следующей неделе будет заседать программные комиссии по общей программе, общей федеральной программе партии «Единая Россия», куда мы тоже свои подавали предложения. И это вот именно концентрация тех предложений, которые люди высказывали в ходе наших встреч. Легко ли быть открытыми? Легко ли быть открытой партией? Легко ли общаться с избирателем? Как вот эту грань не нарушить для того, чтобы... Легко, вот когда человек любит свою работу, у него все легко. Когда человек любит заниматься, общаться с людьми, ему легко. Легко ли быть открытым? Ну, легко, потому что когда ты открытый, у тебя душа поет, потому что нет никакого камня там за пазухой или за спиной. А в плане организационном, ну, сложно, конечно. Потому что вот даже мы проводили предварительное голосование. У нас вообще очень интересно, у нас один из немногих регионов, где жалоб, нарушений зарегистрировано не было. Но были обращения. Ну, у нас люди ведь разные, и в принципе, ну, ничего страшного. Обращения были. Раз звонят там с такого-то участка, вот у нас вдвоем в кабину для голосования зашли. Мы начинаем, у нас институционный центр, мы начинаем разбираться, что, как. Ну, женщина заслаживается с ребенком. Ну, а куда она его денет? Ну, а люди жалуются. Второй, один из наблюдателей взял, встал с урна и начал фотографировать там бюллетени заполненные. Ну, это же нарушение тайны голосования. Ну, типа, а я хочу вот сфотографировать, чтобы потом сверить, правильные результаты или нет. Ну, такого же тоже не бывает. Ну, такие вот были заявления, но, как бы, практически ни один из них и не подтвердился. Конечно, может быть, не все удовлетворены, потому что, ну, это же тоже как спорт, это соревнование, это конкурентность. Не всегда человек, который проигрывает, он признает и говорит, ну, да, там, кому-то кажется, там, вот, ко мне сегодня приходила женщина, уважаемая женщина, она принимала участие в Праймерис и говорит, вот, а мне вот кажется, что у меня должны быть высшие результаты. Я говорю, ну, а на основании чего? Ну, на основании того, что вот мне сказали, что за меня тут много голосовало. Я говорю, ну, ради бога, ну, у вас, вы же были на участке? Были. Там какие-то нарушения были? Не было. Ваш представитель был на участке? Был. У него какие-то замечания? Нет. Ну, кто-то вот высказывает такие недовольства. Вот эта открытость, вот эта трудность открытости. Ваши личные ожидания от предстоящих выборов? Ну, ожидания, я думаю, что мы сформируем хороший депутатский корпус, который, пройдя вот это вот горнило, они уже сегодня, вот, даже я наблюдал вот за некоторыми участниками, вот они от встречи к встрече прямо росли на глазах, потому что они уже знали, как общаться, знали уже, как вот говорить на более конкретные темы. Я думаю, что пройдя вот это горнило, у нас будет сильный депутатский корпус и, как бы, вот эта вот представительная власть, которую мы сформируем 18 сентября, она будет работать на благо нашей республики. Спасибо вам большое, что вы были в нашей студии. Скажу вам спасибо от всех, наверное, людей за вашу непростую работу, действительно, потому что работать с людьми никогда нелегко. Пожелаю удачи. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся. Вы смотрели программу «Простые вопросы», мы обязательно встретимся с вами вновь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!